здравствуйте друзья на ваших экранах рядом со мной светлый образ американского парафессора оси перед своих которая нам откроется сегодня с неожиданной стороны так ася открывайтесь открываясь добрый день здрасьте здрасьте а сегодня мы поговорим немножко на необычную тему для меня необычно точнее мы немножко поговорим о гигиене мозга как нам спасать свои мозги в такой стрессовой ситуации в которой мы тут все оказались и главное что продолжаем оказываться так я как-то сначала по ученикам потом по самой себе потом вообще по другим людям начала замечать что как-то мозги начали не так хорошо работать с памятью стало хуже вниманием стало хуже это бюджет и вам стало хуже это с пандемией это возрастное это с войной военной все вот прямо просела сейчас уже как сегодня сколько недель четыре недели прошло и я уже вижу да вот не с ним всех не у всех но очень у многих но мы же этим мозгом не только английский учим до каким-то отдельным мозгом мы же этим же мозгом работу свою дело на машине ездим близкими строим отношения помогаем людям в украине вообще еще где-то да то есть мы много чего делаем этот мозг он как бы то есть вы как бы вы как бы ушли дальше чем понятие голова уже головой например можно и кушать но выгодите мозг это уже вы начали там про мозг мозг конкретно мозг так хорошо физической стороны подхожу я что вижу я вижу работу мозга челюсти это к донтисту проблема все связано потому что когда мозг стрессе у нас и и желудок тоже узлом завязывается я знал одну женщину из волгограда давно еще в ссср у нее какая-то была болезнь там чуть ли не парализовала да вот что-то такое было кончилось тем что какой-то ночью-то чем ее исследовали исследовали какой-то там еврей нашелся который вычислил в чем проблема ей вырубали зуб и она пошла вот вырвали даже два зуба два зуба вырвали она пошла поэтому это все как-то знаете одновременно проседает одновременно будем пытаться это как-то спасать хорошо так что у нас для мозга какие-то прокладки какие-то эти дезодоранты что у нас есть дезодорантов нет но я постараюсь научить вас и зрителей как справляться ручками и подручными средствами так не для тех тяжелых случаев которые уже на 3 психиатру за таблеточками я не против таблеточек честное слово но для тех кто просто в стрессе в негативе вот это в телефоне значит вот как бы все время новости 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 до негатив как спасать doom скроллинг это называется от слова doom это вот doom это когда страшный суд да вот это ощущение вот этого армагеддон такой а скролл это вот то что мы пальцем провести мы ищем все это пролиста нет света что же там происходит хоть хочешь расскажу анекдоте с такой значит приходит мужик не мужик женщина приводит мужа к психотерапевту и говорит доктор посмотреть на него совершеннейший маньяк сексуальные просто я не знаю что с ним делать посмотрим дает листочек белой бумажки ставит точку и вот что вы видите на это на этой картинке ну как что снег тундра вот тут два чукча они вступают в интимные отношения тот берет зеленый лист бумажки ставит точку бы то здесь что здесь бит лужайка вот весна солнышко вот молодые люди вот здесь вступают в интимные отношения могут ну хорошо быть желтенький берет листочек ставит точечку а это что это бит пляж у моря год люди в отпуске настроения все вот вступают в отношения и врач говорит женщине вы знаете действительно муж у вас явно явно то есть вы правы вот совершеннейший маньяк муж говорит а это еще неизвестно кто из нас маньяк это же ваши рисуночки я просто к чему я отреагировал на эту фразу что может быть уже пара к психотерапевту вот так перейдешь к психотерапевту а он сам со своими рисунками это тоже бывает но психотерапевт это не то же что психиатр психиатры могут выписывать вкусные таблеточки и они правда очень помогают и не только на эмоциональное но и на когнитивное конечно если сладкого съел так и настроение хорошее что вкусную таблетку съел сладкую так уже настроение осла сахар дал уже настроил сахар кстати говоря глюкоза начинает прямо во рту перевариваться поэтому не даром говорят когда человек вот плохо стрессово съешь что-то сладкое сразу глюкоза идет так что с этой хохмачкой про глюкозу мы и начинаем говорить про гигиену мозга или что конечно про гигиену мозга я три буквочки вам дам одно как бы вот сокращение вот и чего 33 буквочки я объясню что обозначают эти буквочки запомнить формулу я уже название видео придумал гигиена мозга на три буквы сон слова сон для тех кто знает иврит это секрет я вам расскажу секрет как сохранять свои мозги и как спасать свои мозги сон с соды соды не она не сонным особых это формула на каждую букву мы упомянем какое вещество нам нужно для того чтобы поддерживать гигиену мозга и соответственно чем как бы ключевое слово будем этого добиваться мы начнем с буквы с русские буквы русские буквы по английски название химические такие же с у нас будет серотонин серотонин невероятно важное вещество в мозгу не только в мозгу важно очень сложная система его выработки и так далее бывает даже у людей которых плохо с серотонином мигрени от этого очень сильный то есть это в общем как бы очень такая важная штукенция для нас а где брать то а где брать то подручными средствами если пойти к психиатру вот практически наверняка то что вам дадут будет помогать именно серотонину антидепрессанты они как раз в первую очередь выправляют систему серотонин хорошо то есть серотонин это некая внешняя вещь которую можно там проглотить на самом деле нет серотонин мы вырабатываем сами а эти таблеточки они помогают ему не разрушаться а дольше сохраняться у нас в организме но серотонин у нас вырабатывается когда он у нас вырабатывается когда мы спим поэтому с это серотонин и это сон спать самое первое и самое важное что мы можем сделать для того чтобы выспаться хорошо мышление внимание вот все 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 да это хорошо высыпаться знаете вот говорят встал с утра на свежую голову и ну вот такой как бы то вот народная на самом деле этому есть вполне такое научное объяснение у нас когда мы спим действительно происходит в самом прямом смысле промывка мозга у нас есть спина мозговая жидкость и она вот просто реально вымывает всякие вот остатки жизнедеятельности химических процессов которые там происходят она же утро вечера мудренее и утро вечера мудренее утром встал и такой как-то все как-то пояснее становится утряслось немножечко утрясается да и вот как-то хорошо серотонин мы поняли серотонин для серотонина нам нужно спать те кто думает что-то спать так как раз и не получается потому что война потому что ужаса мы будем не спать и бегать по потолку в первую очередь нужно обеспечить себе сон все что нужно для этого сделать нужно сделать нужно как говорится всегда заставить вообще если так немножко отвлечься от контекста войны сон если он нарушен у человека это прямая дорога к абсолютно всем мыслимым немыслимым болячкам которые только то есть это страшная вещь если у человека с плохо со сном я уже не говорю про пытки да когда чека пытали лишением сна это ужасно помимо того что у нас вымывается вот на таком физико-химическому как бы уровне всякий трэш когда мы спим именно под утро да когда мы вот спим и видим сны что такое когда мы видим сны это наш мозг когда мы спим глубоко он как бы выключается не совсем потому что надо дышать там и так далее но когда мозг чуть-чуть так выключен потом он как бы немножечко перезапускается да но не полностью если вообще поговорить с людьми которые глубоко занимаются сном это не обязательно люди которые там не могут простым языком объяснить есть такие что очень просто объяснять то там даже существенно не только сколько ты времени проспал а вот важно какие там каждые два часа там меняются когда мы когда мы с кем глубоко в начале ночи мы больше спим глубоко вот это как раз выработка серотонина в том числе а когда мы спим так это все время и нам какие-то сны видятся попытка как бы мозга перезапуститься но не полностью то есть вы еще не встаете не вас нет как бы полного сознания вы не двигаетесь вы не прыгаете не бегаете но мозг проигрывает вот все что вас кошмарит днем мозг как бы пытается вот бывает такое приснился своё жду бог там и ну надо же вот как на какую-то тему на которую там днем переживал да потом как-то она по-другому перекомбинировалась во сне и приснился ну я я скажу все-таки человек его психика и его физиология настолько мощны что мы в общем-то от любого стресса избавимся вот просто за счет если только ему не будем мешать нашим естественным механизмом которые в нас заложены генетически да просто надо не мешать им работать нужно не мешает да но у нас как-то заложено стрессится да потому что если ты там шел по саванне и вдруг какой-то саблезубый тигр так лучше было перестрессится чем не дострессится поэтому поэтому одни выжили мы потомки тех кто выжил вы потомки тех кто выжил так что значит серотонин мы поняли серотонин это поспать так дальше это с 2 буква у нас о о это окситоцин окситоцин женщины которые имели детей лучше понимают что это такое в том числе задействовано в процессе родов это вот когда вам хорошо вы с кем-то близким вы обнимаетесь это вот то самое что видел в точечках ваш пациент в анекдоте это обнимашки чтобы запомнить букву о не страшное слово окситоцин это обнимашки мужиков нету 50 грамм не почему 50 грамм может быть и ничего ну для мужика вообще алкоголь это депрессант от алкоголя он как бы антидепрессант местного значения дала пока пьешь вроде ничего а потом наоборот хорошо и так значит так что пойти обнять кого-то или что из кого-то обнять обнять ребенка обнять близкого человека котики сюда же собачки урса терапия какая урса терапия белый медведь а почему урса а урса этот палатый медведь по научному так называть здесь таким полицам тем кто кому делают вот операции серьезные с полным наркозом приносят боль больничные люди приносят медведя плюшевого его надо вот так вот хорошо обнимашки орсотомин ты не мы не запомним обнимашки массу не запомним обнимашки запомним обнимашки знаете иногда когда совсем плохо и нет никаких котиков и животных и людей того нету вот так подушку взять сильно прижать к себе но если это посидеть минут не подушка а вот но скажу но не так чтобы прямо вступить вот какие-то более тесные отношения но это тоже можно как бы но как бы тоже хорошо но не как бы не у всех есть такая возможность надо пытаемся подручными средствами на это как-то анекдоте даже я в час ночи тебе маму буду искать как было даже совсем сидишь бомба убежит вот что-то прижать к себе особенно мягкая а пушистая так вообще хорошо это у нас тоже кстати давнишняя давнишняя прошивочка мы же когда-то были мохнатенькие все добьем а я вот люблю собачки люблю собачкой новая собачка оближет еще попугайчик тут хуже или рыбки нет не очень не очень так хорошо обнимашки ладно поняли сон обнимашки 3 буква d это дофамин дофамин это самое главное вещество которое у нас мозгу работает и позволяет нам учиться учиться не только неправильные глаголы в английском зубри да а помогает нам вообще переваривать новую информацию а у нас сейчас много всякой новой информации новостей ситуация меняется в муфере на чего-то так пытаемся работать с новым каким-то материал что лучше всего помогает это дофамин да тоже работает могу но помимо его вот этой вот работы связаны с нейронами которые обучающиеся нейроны которые помогают нам учиться дофамин еще очень связан с движением с физическим вот грится встали поплясали подвигались поэтому на место чтобы запоминать дофамин запоминаем движуха какая-то движение покачался в бассейн хорошо в баньку даже можно давайте будем честно кто сейчас станет и пойдет в баньку годится с дивана стали с дивана помыли посуду в баньку попотеть нет в баньку в баньку знаете попотеть нет дело не фауни в поте не в нагрузке на сердце а именно вот какое-то мышечное движение помахали руками попрыгали так сам собой перед зеркалом я с утра сегодня еще лучше только я с утра знает сколько подвигал то вот правильно да совсем как бы вот пройти первое что случается с людьми у которых депрессия в результате стресса особенно они не встают у них нет сил встать с кровати с дивана или откуда так что значит вот короче мы наших зрителей посылаем изучать вопрос про три буквы сон обнимашки движения ну спать на ходу нельзя обниматься на ходу можно за ручку ходить можно ходить за ручку но я извиняюсь а почему хотите обязательно двигаться можно двигаться если лежать за ручку то это не не нет движения очень зависит как ну хорошо ладно я по поводу движения хочу еще одна вещь сказать которую многие не очень осознают дело в том что у нас из того той части мозга коры головного мозга который отвечает за разные части тела и ну как бы за движение тактильную чувствительность да вот что мы ощущаем что больше всего в мозгу как бы перри репрезентированы больше всего представлены ручки на ручки и язык на большие пальцы из всех вообще пальцы большие особенно потому что нужен очень тонкий контроль только не язык а голосовые связки даже когда на детях на детях хорошо заметно вот когда маленький там сидит и он чего-то там учит или губы шевелится а звука нет внутренняя речь у него вот еще таким образом тренируют да да то есть вот тут все нагрузка я к чему это вот это тоже конечно здорово но не надо как бы недооценивать гимнастику для пальцев и любые вещи которые вы делаете руками вот что очень как бы помогает тоже поддерживать мозг готовка я как-то вот когда это поняла я так блин как здорово уж вообще доныш потом же кушать придется так у вас же есть те с которыми потом обнимашки надо всем чтоб кушать это вот про мелкую моторику про мелкую моторику про мелкую моторику и вязать вязать движение то так то там так что стало много людей которые лепят рисуют керамику знаете есть многие какие-то вещи которые руками где очень вот вязать там очень как бы однообразные движения вот хорошо когда они разные все время есть пальчиковая гимнастика можно погуглить и найти разные упражнения и сутрица вы знаете начинаем когда с некоторыми ребятами уроки с пальчиковой гимнастики потом как-то все бодрее идет а вот попробуй так вот руку поставить так поднимать пальчики вот вот как насколько высоко удастся поднять они все пальцы поднимают зависть вот у меня мир по-разному поднимается очень тоже зависит когда когда гитаре играешь 8 мизинец как у меня пошел меня правая заметно у меня правые пальцы лучше ну вот так вот я левая лучше да я как бы больше все правой ну вот видите как гир на гитаре играть значит и левую руку подтягивать если вы прав на принципе на баяне там мелкий моторик пошло и это да еще вот это уже как бы фактически это отдельно махи махи обеими руками как зарядка растяжки у каждого своя какая-то зарядка сон обнимашки движение уделять этому прямо сознательно внимание ну а что сколько-то времени конкретно сон понятно а вот допустим в идеале это вообще всегда просто это эти вещи которые в стрессе у нас начинают сразу съезжать спим мы в таком стрессе мы выливаем друг на друга негатив вместо того чтобы наоборот как-то создавать себе окситоцину окружающим да мы меньше двигаемся потому что мы сидим у нас все движение тут еще есть момент мы когда стрессе вот в таком мы перестаем делать те вещи которые нас держат на плаву в нормальной жизни мы свою рутину забрасывая рутин очень важно совершенно верно но ваня солдат должен первую очередь стал зубы почистил кровать застелил воротничок беленький воротничок беленький лучше меня знаете что должен делать солдат в армии но все как бы потихонечку и самое главное что не надо поддаваться вот такому очень как-то популярного сейчас аргументу ой ну как же вообще можно про это мы должны сейчас все тут нервничать да как же мы все вот вырвемся из этого негатива и не будем вот это вот нервничать от того что мы нервничаем мало того что это никому не поможет это еще только помешает знаете меня первые дни тоже да было вот как у всем а потом я вдруг поняла что погоди-ка погоди-ка так можно же лену познакомить с юлей марине прислать информацию от людмилы сейчас вот мы сейчас всем будем помогать но для этого нужна память внимание сосредоточенность когда мозг то уже плавит у меня неделю неделю ушла на то чтобы я не сразу а так по чуть-чуть по чуть-чуть приноровился снимать видео так чтобы мне как бы такой душевный был комфорт что я делаю правильные вещи потому что первое время я вообще снимать ничего не мог потому что я думаю что ну что ты можешь сказать в такой ситуации когда такое творится прошла что-то скажет и вот потихонечку потихонечку то есть не неделя ушла на то чтобы как-то начать немножко ориентироваться вот в этом мире а вот месяц уже прошел и я чувствую что я более-менее более-менее в порядке и в общем я просто все уроки практически превратились на половину сеансы психотерапии расскажи подробнее вот урок пришли люди интересуются там неправильными глаголами но нет ну вот люди с которыми я и до этого занималась дал у нас какой-то там расписание занятия материала какой-то что-то программа какая-то домашнее задание ну а первых сразу видно что практически все у всех просела домашнее задание там где надо механически в учебничке соединить палочками то и это там еще ничего а вот где надо накреативить да вот напиши там есть предложение вот это просто перестало существовать очень многих на все что чуть-чуть потому что еще хоть на каких-то вот на какие-то минимально сложные вещи мы еще как-то тянем да максимально сразу стала проседать максимально сложное то что креативно то что подумать то надо да мы буквально все первые уроки но с некоторыми вообще уроков как-то не получилось да с некоторыми просто получилось полностью сеанс психотерапии но я считаю что если человеку надо выговориться то в первую очередь надо выговориться то что нет смысла учить неправильные глаголы когда у человека вот вот это все бурлит голове и шеи по английски выговориться нет нет по-русски выговориться обсудить что за ситуация кому я могу помочь у меня столько учеников во первых у меня все кто были в россии у меня сейчас физически в россии остался один последний ученик где они они разъехались другим странам вот вот сейчас что грузия армения сурсия где они ой армения чехия сербия грузия я уже даже и не знаю израиль ташкент тут знакомый мой он он мне пишет что вы но он в украине а он значит дочь была в россии он дочь вывез эвакуировал дочь дочь в ташкент это же это просто из папиных рассказов про военное детство до ташкент знаете как блин это же вообще какой-то вот уже поэтому в россии сейчас тоже людям очень непросто ну я как бы я понимаю что у меня несколько такая отобранная аудитория и вообще как бы круг знакомств да потому что все кто были вот это крым наши они еще в 2014 году были зачищены из моего так сказать личного пространства вот поэтому меня там все знакомые друзья все против войны и были против путина и так далее да ну то есть как понятно какие-то здравомыслящие люди и те кто учат английский и явно учат не просто так а потому что как бы готов деньги платить это значит тоже в общем люди которые ну как то не совсем в отрыве от мира то есть на самом деле они они видимо и так нам выливались а тут такие обстоятельства они раньше сорвались но люди сорвались у меня один знакомый взял детей чемоданы и уехали в шри-ланку я все думал шри-ланка только учебники географии такое бывает это то что раньше называлась цейлон хороший хороший чай был я скажу хороший был чай у меня у меня знаешь какой интересный есть экзотический совершенно вариант у меня девочка жила в украине училась в нашем классе поехала у нее родня в приднестровье то есть такое да место понимаем такое не совсем как бы государство и не поймешь чего вот такое не определенное пространство такой донбасс ну короче она вот оказалась вот в этом вот приднестровье и думать ночью так сидеть пошла искать работу тестировщицей и надо через два дня нашла работу но вообще здорово ну надо же сейчас очень многие ищут работу сейчас в приднестровье тестировщицей сейчас знаете вот я сейчас очень много преподавала американцам лекции читала про то что в украине происходит а как-то образовываю народ да и очень часто играть но вот как же вот эти вот которые солдаты российские да вот они то они что же они не понимают вы знаете они-то там идут вот это в контрактники не самые умные мальчики до самыми мальчики выучились на айтишников уехали в силиконовую долину ну или не уехали и уехали клад другое место но те которые там оказываются контрактниками вами это говорят что уровень мотивации у них довольно низкий то есть изначальный посыл был что мы идем кого-то там освобождать потом выясняется что те кого надо освобождать абсолютно не хотят чтобы их освобождали и и в этом смысле какой-то такой парадигма меняется на глазах и нет нет энтузиазма поэтому ну хорошо мы сейчас не это обсуждаем а вот как там кукуху сберечь в общем кукуху надо беречь и самое главное найти как это правило первое правило первой медицинской помощи убедитесь безопасности для себя когда ходите вот на курсы где вот это теперь искусственное дыхание на чем срезают почти всех первое правило убедитесь безопасности для себя ходила на эти курсы 25 лет назад я до сих пор помню файлая газ глаз будет горгайс да проверяете что мне пожара битого стекла утечки газа каких-то людей которые бегают стреляют и только тогда вы можете подходить это знаешь такой тест на засыпку как про чукчу вот когда чукча заходит в чум что он первым делаем едь кушает или на бабу свою бросается снимает лыжи о вот вижу чувство чеков проверенный знаете я когда училась в россии в ну на имя один год у нас один из профессоров был чукча причем самый вот натуральный чукча не смысле когнитивного развития но одет был так сказать по европейски но он говорил однако нет а вы знаете почему чукча в анекдоте говорит однако моя теория лингвистическая в чукотском языке в конце каждого предложения есть определенные словечки маркеры которые показывают откуда говорящий это знает ну типа сам видел или там мне кто-то сказал я только пересказываю но это как бы грамматически обязательная часть вот как мы говорим какой-то глагол может быть в настоящем времени и в будущем так и здесь нужно обязательно показать какой у тебя источник этой информации идет дождь я сам только что с улицы или я по телевизору видел там прогноз погоды и вот эти словечки они в конце предложения и вот это вот непонятное что что говорят чукчи когда говорят по-чукотски в анекдоте как в анекдотах переработалась что они кто-то как не странно очень чутко показывают языковые особенности почему эстонцы и так разговаривают а потому что у них есть долгие короткие гласные у них как бы эстонцы и стонцы это может быть два разных слова совсем однако ленин чукча был почему чукча однако умный очень хорошо так что вот так что мы с кукухой завершили наш искать а мы спасаем кукуху сном обнимашками и движухой и если хочется бегать по потолку нужно не вот эту движуху а нужно физическую какую-то активность любую как же пойму бегать ты а мой папа всегда так говорил не бегай по потолку а это другой спокойствие не бегай по потолку когда я плакала когда я была там девочкой большой девочки плакать это не конструктивно давай подумаем как решить проблему сейчас я его вспоминаю жестокий жестокий отец поплакать поплакать это тоже неплохо это тоже неплохо но папа всегда старался помочь решить проблему ну что же хорошо давай тогда нашим зрителям вот скажем чтоб они кукух берегли спали хорошо она пригодится обнимали в общем желательно непосторонних тоже так чтоб все таки знаешь не удивлять сейчас был флешмоб то в россии парень стоял типа если против войны обними меня на улице видел видел да да ну это немножко на другой это он как-то так чисто символически там его обнимать даже какие-то школьники там не ушли там это не важно кто вот сама внимание это уже как бы сигнал для организма в сан-франциско на юнион сквер там каждый раз идешь там стоит толпа человек 10 они так и чем в линеечку выстроены и они стоят с плакатом free hug free hug можно пойти их обнимать есть целая теория сколько нужно обнимашек за день сделать целая наука ну понятно что как бы больше лучше но как бы знаете хотя бы сколько тогда можно подручными средствами обходимся да ладно ася давно мы чего-то вот ничего но так я давно собирался как раз месяч назад собиралась но тут все это как рухнуло знаете как а я писаешь машину покупал я все ходил снимал машину тут машину там машину здесь а тут как грохнуло как у всех у всех по разному мне рассказать такую историю у меня прям сердце раскалывалось женщина в киеве и они делали айвев это что это ну в пробирочке когда делают ребенка эмбрион называется и вот именно уже должны были делать прошла через такие круги ада я себе представляю прекрасно и все это отменилось разумеется уже был эмбриончик и туда так вот перед самой подсадкой вот это все еще отменилась писать и просто вот сидишь и слушаешь все эти истории у меня у одной ученицы родители в чернигове кто-то там в харькове друзья в киеве и вот все это слушаешь и каждое утро начинается с переклички бойцов да типа как вы как вы в общем тяжелые времена поэтому нужно сначала одевать масочку на себя дальше смотреть по сторонам и пытаться помочь всем остальным я вот сейчас пытаюсь помочь тем что делают небольшой марафон по английскому языку для такие расскажи это есть и возможность присоединиться или есть так скажи что ты молчишь давайте да расскажу уже последок я делаю небольшой бесплатный марафон 4 занятия 4 четверга в апреле 10 утра по калифорнии это 8 вечера по москве в остальных местах и люди пусть сами разберутся сколько у них времени чтобы записаться нужно всего лишь написать мне желательно по e-mail давайте мы e-mail под видео дадим чтобы люди могли меня найти мы самое главное что чем я хочу там заняться в этом марафоне не столько как бы вот выучите то и это сколько научить людей учиться потому что многие сейчас английский стал еще более острым вопросом но у многих сейчас финансами совсем нехорошо поэтому тяжело и время и финансы и вообще все но хоть какие-то инструменты чтобы заниматься самостоятельно или заниматься это где вы еще занимаетесь но более эффективно в общем вот такой вот небольшой так вы это делаете в чем в скайпе на сумме наверно там уже много народу ну хорошо в зуме вы это делаете вы записываете сессию вы знаете я не решил я не хотела но сейчас вот я думаю что может быть стоит но не знаю потому что чтобы записывать вывешивать на канале но еще как бы большая работа техническая плюс я хочу чтобы люди по присутствовали потому что в этом есть очень большое да это немножечко не то же самое как смотреть по телеку я подумал что если захотите записать я могу себя повесить теперь у нас аудитория там может быть если что могу наверно мне еще надо понять что там не позволяет мой зум технически есть кнопочка записать да да просто обычно я всегда делал где-то где лекции зуме там какой-то административный человек который этим занимается можно кому-то из аудитории сказать куда кто возьмется там записать потом дать мне они могут записать помните как надо выбрать дежурного иванов доски кто у нас дежурный тряпку помыли для доски с ивановым это знаешь как советских времен чувак приходит в отдел кадров и говорит здравствуйте я дизайнер только даже вижу что не иванов это было подлиннее версия что мне нужен ватман вы что ватман уехал в израиль нет вы не поняли мне для кульмана ну и кульман уехал в израиль да вы не поняли я дизайнер я вижу что вы не иванов но это более более хорошо ладно ищите иванова который значит будет за всех отбиваться и делать видео спасибо большое за предложение у вас повесить все счастливо хорошо счастлива